Самый большой католический собор, если не ошибаюсь, в стране. Он построен достаточно недавно. Я была внутри один или два раза, но там на самом деле достаточно все как-то грустно. Какое-то оформление там, конечно, есть, но я как-то ничего сверхъестественного, божественно красивого в плане интерьеров, картин, мозаик не заметила там. Но сам по себе он, конечно, очень душитно выглядит. Он стоит на большом холме, его достаточно хорошо видно из многих районов DC Вашингтона. Красивый собор. А вот это кафе с медитерейным food. Вот земноморский бед, который мы сейчас будем кушать. Чей? Я буду кушать и буду вам рассказывать. Вот оно, наше месиво из еды. Особенно я никогда не понимала, почему американцы не любят сидеть снаружи. Как-то вот они, если есть возможность, даже в прекрасную погоду подпочитают сидеть внутри. Сейчас на улице приблизительно, ну не сказать, что прямо лето, но градусов, наверное, 13. Ну, опять же, если сидеть в пусте, вполне себе комфортно на солнце, не знаю, нежели там ютиться в духоте внутри, не знаю, заметил ли или нет, там просто все забито, очень популярное место. Ну что же, продегустируем, посмотрим, на что это похоже. Потому что мне сегодня только церковь удается снимать почему-то. А это уже у нас Ральф Клейн. Мне намного больше нравится глина, но мне не нравятся вот эти вот валанчики. У меня, в принципе, плечи немаленькие, с ними они становятся еще более, вот такие мух, большими. Это темно-синий цвет, конечно же, камера. Такое освещение не подходит. Темно-синий цвет с теплобежевыми точками. А предыдущая платья была Тейлор. Что это на два раза? Ну, не два раза, но 20 долларов дешевле, это 30, а вот это вот Ральф Клейн за 50. Метель Плистер. То черное с бежевыми точками, точками немножко посветлее беж. Здесь беж так потемнее, что, в принципе, делает его интересным, но, что-то мне вот эти фонарики не нравятся. А вот это вот Friendship Heights, самый такой шикарный шопинговый район в ДС. Здесь есть и Nordstrom, и Bloomingdale, и Neumann Marcus, и DSW, и Nordstrom Rack, и TJ Maxx. Вообще ничего здесь такого нет. Здесь Мафи, здесь Кора. Тот же JQ здесь тоже есть. Как достаточно выглядит это привлекательно. Оп, мне переходить. Я уже перешла дорогу. Сейчас мы пойдем в ту. Я приближу. Вон в ту кофейню. И Скоропшина такая потрясающая, но у нее хорошее центральное расположение. Можно сходить, погулять по магазинам, потом туда присесть. Она очень уютно выглядит изнутри, если мне позволено будет, я вам ее сниму. Вот она, это а-ля французская сеть. Сеть бейкерий, пекарень, наверное, правильно так что называется. Булочных и кафешек. Наконец-то я сделала маникюр. Я так ломала себе голову, какой мне делать маникюр для нитворкинг-эвент. То есть там на неделе моды есть специальная встреча, когда все собираются вместе и вообще тусуются. На неделе моды есть обычно один или два вечера, когда все просто собираются и тусуются, обмениваются, вот скажем, визитными карточками. Я все думала, думала, что бы такое на ногти нанести, тем более, смотрите, как мне пришлось спилить. У меня сразу несколько поломались. И вот в итоге ничего умнее, чем вот этот API из зимней. 2013-2014 зима коллекция с Mariah Carey, из такой у них немножко состаренное, чуть-чуть состаренное золото. Такой ровный, мелкий, плитерный. Ничего умнее я не придумала, потому что что-то мне нужно было, знаете, чтобы было не совсем плоско, но и уж не чересчур как-то, не по-детски, чтобы не чересчур гудрешься. Что-то хотелось такое элегантное, при этом с легким блеском. Вот, в общем-то, самый лучший вариант, который я нашла. Теперь мне осталось нанести макияж, напиться кофе и идти смелеть, наглеть, давать им свою визитную карточку. И вот и я такая, пока убрала волосы. Я их, конечно, накрутила, но все это к вечеру начинает опадать, потому что хотелось как лучше, получается, как всегда. Надо вот это все намазюкать, чтобы это все было презентабельно. Для нетворкинг-эвента на Fashion Week я выбрала вот такой амфамбль. Это моя теперь уже стала любимая украшение от Juicy Couture, и, как ни странно, такой же топ тоже от Juicy Couture. Он немножечко желтее выглядит в этом освещении, чем в реальной жизни. В реальной жизни он чуть более холодный, такой мятный цвет, с черными такими маленькими каемочками. В общем, очень мне понравилась эта украшка, мне кажется, она достаточно профессиональная, с каким-то легким цветовым интересом, достаточно такого современного стиля. Но, не знаю, может быть, нужно было что-то и более рискованное надеть, но что-то я как-то прям так разнервничалась, думаю. Первый раз я на такое событие не знала, что еще придумать. Вот. И вот с таким вот замечательным лицом я сегодня фотографировалась на паспорт. Это было, конечно, просто... Я сначала страшно переживала, что я забыла одну форму, но вы знаете, в нашем посольстве в Вашингтоне случилась какая-то революция, и у нас сейчас там работают такие девушки, такие девушки, одеты не кричаще, достаточно скромно, но элегантно, вежливо. Это прям, это невозможно. Прям обласкают, обнимут, утешат, что-то если неправильно запомнила, с вами перезаполнен. Я была в шоке, прям даже как будто бы не в государственное учреждение пришла. То есть это было реально круто, я там... Все оказалось у меня нормально с документами, я отдала ее фотографии. И я думаю, ну слава богу, все в порядке, не зря летела в Вашингтон. И тогда она говорит, говорит, ну, а теперь пойдем фотографироваться на паспорт. Глаза вот такие, говорю, о, я живу, я живу, такие красивые фотографии, делала специально для паспорта. Говорю, нет, это просто для анкеты. А я вот в такая вот, да, в зомби, встала в 7 часов утра. В общем, это, конечно, да. В общем, избежать дурацких фотографий в паспорте мне не удается уже который год. На всех официальных документах у меня какое-то такое вообще нечеловеческое выражение лица все время. То ли как будто тифа переболела, да, то ли влаз дали, то ли еще что. Ну и вот-вот, такая красотень, я вот вынесла на новом паспорте. Вот такой у нас получается результат. Утревая, конечно, уже понапалится целый день. Он надеется, что сойдет на сельской местности города Вашингтона. А-а-а, да, начало дедели моды я уже пропустила, но вот я приехала на его вторую половину. Что-то прям вообще непонятное происходит с голосом. Ну, сейчас разберемся. Ну, с макияжем вроде бы все прошло удачно, ничего особенного. Ну, действительно, что, наверное, блеск нанесу. Я не буду носить помаду, потому что если там будут раздавать какие-то коктейли, то чтобы не оставлять особенно ярких следов везде, она просто, блядь, слегу, нанесу, и все. Какой-то. Я решила таки поесть в этом кафе, в французском. Видите, как тут даже бутерброды так красиво накладывают, что жалко их кушать. Потому что основное, основное вот это большое мероприятие, то есть большая встреча, на которую я иду, она будет в каком-то модном баре, чуть мне не хочется там втритрога набивать себе щеки, пытаясь одновременно с кем-то вести беседу. Поэтому, пожалуй, перекушу здесь. А там уже, наверное, буду ходить томно с одним коктейлем весь вечер и пытаться общаться. А вот мы и в метро в Шин-Тонсо. Такой же типичный остан с Шин-Тонсо-Метро. Не очень, конечно. Собо мне декора здесь не найдете. Но функционально. Как раз самый знаменитый шокный район. Где мы на путь их. Сейчас приедет мой поезд. И повезет меня навстречу в неизвестности. Вот я уже на Дипон Сиркл. Здесь в каком-то безумно стильном баре, по крайней мере, судя по фоткам в интернете, будет проводиться вот эта встреча большая. Фэшн. Да, собственно, я и направляюсь. Что я прям уже из-за разнервничалась с этим. Просто невозможно. Я уже не хочу ничего ожидать. Не переживать по поводу того, что мне придется говорить, с кем и как. Просто схожу, посмотрю, пососу коктейль, поболтаю с кем-нибудь приятным. И, собственно, эта уже программа минимум будет выполнена. Это как раз в виде вечернего Вашингтона. Вообще, Дипон Сиркл очень известен стиль, что здесь очень стильные, модные бары. Современные, в таком open-стиле. И здесь вся молодежь, белые воротнички, ходят субтурсоваться. Либо в Дипон Сиркл, либо на Адамс Морган. Классическая двойка солнечных мест и здания. Это очень приплывающе. Подвожу итоги сегодняшнего мероприятия. Уже, конечно, от прически осталось одно воспоминание. Уже тоже все как-то уже... У меня уже и взгляд поплыл. Я так устала. Я все надеялась, что я буду сосать коктейль. Я все это упоминала в видео. В общем, никаких коктейлей не было. У меня вообще было ни до чего. Я ничего не успела. Я даже к бару не успела подойти. Что касается организации, вот этого нетворкинг-эвент. Там было очень много людей. Много было случайных людей. Много было людей, которые даже не знали, зачем они пришли. Ну, то есть, когда у них был какой-то общий интерес к моде, еще к чему-то. Но они даже не могли сформулировать, каковы их интересы, и что они хотели бы получить от этого мероприятия. Это было немножко странно. Там был один celebrity side-serving, то есть, приехал один британский, одна британская модель, мужчина. Красовался там своими просто идеальными кубиками. Ну, конечно, тело у него просто отфотошоплено. Такое ощущение, что в реальном времени. В общем, было интересно, была очень громкая музыка, очень крутой бар, но он больше как клуб даже выглядит, такой не очень большой. Но все-таки, я бы сказала, для нормального нетворкинга, то есть, для того, чтобы встретиться с людьми, поговорить с ними, да, немножко какой-то найти общий язык, нужно какое-то более тихое место. Там приходилось попричать, не знаю, слышно или нет, но я совершенно сорвала себе голос в первые же 20 минут. Это, конечно, не дело. Люди просто тыкали друг друга визитками, потому что они ничего не могли ни объяснить, ни рассказать, то есть, это все было в какой-то каше. Было несколько интересных встреч, если у меня потом появится какая-то возможность, то я, наверное, сяду, про это расскажу отдельно. Были интересные встречи, но, знаете, как это всегда бывает в жизни, никогда не знаешь, какой случайных разговоров может привести к каким-то интересным последствиям. Например, когда я встретилась со знакомой девушкой-блогером, мы возвращались, решили просто посидеть где-то попить в тишине чаю и поговорить. И в процессе разговора к нам присоединился молодой человек, который работает где-то в Нью-Йорке, на Манхэттене, что-то начинал нам рассказывать про свою жизнь, про то, как найти работу в Нью-Йорке, там еще что-то, какие-то советы выдавал. Потом в метро, мы все что-то стояли, обсуждали, к нам подошел молодой человек, слышал, как мы разговариваем о Fashion Week, о все это дело. Начал говорить, что он молодой дизайнер, что у него третья коллекция выпускает, что он хотел бы с нами как-то связаться, получить, получить какой-то exposure, то есть там, допустим, я, честно говоря, даже не знаю, что он имел в виду, если честно, что он там хотел от нас. Но, по крайней мере, люди, мне кажется, более даже интересные знакомства происходили вне самого мероприятия, вот когда ты выходишь из здания, куда ты идешь, не знаю, или просто случайно с кем-то разговоришься, если люди слышат, о чем ты с кем-то говоришь, нежели на самом мероприятии, потому что очень было шумно, кучно, неорганизованно, ну и все равно невозможно говорить. Ну все, я отправляюсь спать, завтра очередное фэшн-шоу, посмотрим, что там будет, если что-то получится, я сниму. Да. Спасибо, что посмотрели этот влог, надеюсь, вам было чем-то это интересно. Если у меня будет возможность, я добавлю какие-то дополнительные комментарии по возможности к тем клипам, которые я сняла во время самого события. Здравствуйте. И там грузовые перевозки пошли на железной дороге. Все, всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok